Всем привет, друзья! Даже не хотела вас пугать своим страшным голосом, простуженным, ужасным. Поэтому вот так вот не выходило долго к вам. Но, видите, я уже в Англии. В конце концов, жизнь продолжается. И мне очень-очень хочется уже выйти с вами на связь, друзья. Я вернулась ещё 19 декабря. Мы вернулись, вернее, с моим другом. Но вот, к сожалению, через несколько дней сначала я заболела, а потом и он. Вот я вам сейчас немножко покажу. Вот это вот он меня довёз. Видите, там вот фэри. Мы ждём парома. Я хотела вернуться после длительного путешествия по Канарским островам. Я хотела вернуться и посмотреть, что там у меня дома, нормально или нет. А потом приехать и праздновать уже вместе Рождество 25 декабря. Мы готовились очень долго к этому празднику. Представляете, как нарушились наши планы. Но, тем не менее, вы знаете, я не хочу, конечно, уж на такой уж совсем грустной ноте вам делать своё видео, потому что мы с вами очень давно не виделись. Я хочу вам немножко всё-таки показать, как мы украшали эту нашу совместную первую рождественскую ёлку. И это было уже дома у моего друга. Мы разделили обязанности странным образом. Он, как обычно, сказал, что он будет готовить. Ему это очень нравится. Если вдруг я ему понадоблюсь украшать ёлку, то я его, значит, позову. Ну вот, на то мы порешили. Я стала украшать ёлочку, а он готовил. Сейчас я вам это всё, друзья, я и покажу. Вот это наша ёлочка чудесная. Я её только-только установила, распушила. Сейчас буду украшать постепенно, не торопясь. Это вот в консерваторе у него дома. Мы купили вот такой бант. Вот, решили его приделать. Но его надо весь-весь-весь распушить, разровнять. Здесь на проволоках, конечно, но всё равно. Видите? Всё надо разровнять, распушить. Сделать красиво. Либо, чтобы он был объёмный. Да. Ну вот, ну вот, ёлочка. Ёлочка, ёлочка, это ещё только мы повесили гирлянду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Да, вот такая замечательная ёлочка у нас, друзья, получилась. И мы её нарядили перед тем, как ехать на Канары, на остров Тенерифе. И те, кто смотрит мои короткие видео, шортс, те наверняка всё это знают и заметили, что ёлочку я украсила раньше, чем мы поехали отдыхать на Тенерифе. На Тенерифе очень замечательное время мы провели. Я вам обязательно расскажу, друзья, попозже. Просто я вышла вот так вот, потому что всё-таки завтра уже у нас в Европе наступает Рождество. И мне хотелось поздравить вас, Merry Christmas, и всё-таки обозначиться хоть немножко. Потому что обычно каждый год в течение шести лет я всегда вас поздравляла с этим замечательным праздником. Ну и я думаю, что традиции мы нарушать не будем, несмотря ни на что. Всё-таки Рождество, оно, конечно, и главный праздник в Европе. Но вот видите, получилось так, что мы будем отмечать теперь с моим другом Новый год вместе. И об этом ещё мы поговорим, конечно же, 31 декабря. А я вам показываю вот Хуверкрафт. Кто не видел, это судно на воздушной подушке, которое очень-очень быстро сейчас домчит меня из Спортсмута на остров Уайт. Вот так вот я добираюсь постоянно от моего друга домой к себе на остров. Потому что он живёт на Мэнленде в Саусхэмптоне. А это, в общем-то, довольно далеко. Но как по-английски говорят, distance means so little when someone means so much. И вот как раз я хочу вам показать, видите, я то, что я сейчас только что сказала. Это фраза на английском языке. И остальные вот такие вот маленькие фразы, которые очень любят англичане в таких вот картиночках изображать и вешать себе на стенку. Особенно популярно на Рождество. Я хожу и ищу подарок на Рождество и на Новый год моему другу. И вот это вот сувенирный магазин немножко вам показываю. Как раз, возможно, вам это тоже интересно. Давайте посмотрим вместе. А что значит фраза, которую я вам произнесла на английском языке? Ну, это значит, что расстояние ничего не значит, если кто-то значит для вас очень много. Distance means so little when someone means so much. Ещё раз повторила вам уже эту английскую фразу без ошибок. И вообще я, конечно, стараюсь усовершенствовать свой английский язык. И мне помогает мой друг. И вот вы знаете, тоже так интересно. Конечно же, как обычно, многие тут написали, что как я могу заинтересовать англичанина с таким моим плохим английским. Но мой английский не настолько и плохой. Мы друг друга понимаем с полуслова. И, кстати, я могу даже перефразировать эту распространённую английскую фразу, которую я вам только что сказала. Я могу сказать по-другому. Language means so little if someone means so much. Pork belly. Pork belly. Pork belly. And rice. And Mexican rice. С Ahhh! This is before, this is after. Who made it? Who cooking this? Me. Да, вот так мы дурачимся иногда, и вы знаете, я дала ему посмотреть видео, которое я сняла, и забыла выключить, и вот такое вот получилось также видео у нас. Да, друзья, я никогда не ожидала, что у меня на пути встретится мужчина, который будет готовить для меня. Это такой сюрприз, такая неожиданность, и я, в общем-то, настолько рада, что я с удовольствием, знаете, закупаю продукты. Вот, кстати, показываю вам немножко то, что я сегодня купила, это уже для Нового года, ну, ни много ни мало, совсем-совсем чуть-чуть, и даже некоторые продукты я взяла со скидкой, там видно желтенькие этикеточки, но тем не менее, за все это заплатила 59 фунтов. Обалдеть, как дорого! Цены в Англии продолжают расти, и единственное радуют новогодние скидки рождественские. Вот я купила семгу опять, и раньше я покупала за 15 фунтов целую рыбину, а сейчас только половинку. Но не в деньгах счастье, друзья! Хоть я кое-какие тут себе гирлянды и повесила, конечно, и хоть я губы и накрасила, конечно, но вообще у меня после нашего приезда уже, наверное, вторую неделю страшная простуда. Вы знаете, никогда я губы не красила, и не буду больше, ужас. Да ну, друзья, вот видите, кто-то говорит, что живенько-то лучше, да, живенько лучше, и я никогда не красила губы, а тут решила, потому что я бледная, ужасная, страшная, решила накрасить. Думаю, ну, хоть немножко буду лучше выглядеть. Я же вообще, представляете, я валяюсь, у меня температура, и я лежу уже, наверное, неделю. Называется только видео снимать, да? Но, тем не менее, никуда не денешь. Праздник, он и есть праздник, поэтому хочу поздравить всех. Мэри Крисмас! С Новым Годом наступающим! И с Рождеством Христовым, которое празднуется в Европе сегодня, 25 декабря 2023 года. Всем желаю счастья! Make a wish! Make your wish! And let it come true! Я желаю вам загадать желание, и пусть оно исполнится! С Новым Годом! С Новым Годом!